приветствую вас мои дорогие друзья сегодня у нас с вами продолжение распаковки самой самой первой барахолки с этой барахолки я уже делала не помню два ролика по моему или три даже и вот сейчас мы с вами добрались до последней сумки и как я думаю что сегодня я порадую любителей фарфора поэтому потому что по моему у меня в этой сумке только фарфор я уже забыла если честно это было уже так давно но посмотрим что у нас тут а смотрите это у нас продолжение продолжение тех чашечек то помните которые были в шкатулке кстати шкатулку я тоже прихватила сюда которые разбирала тогда в прямом эфире помните этот великолепную шкатулку жаль что нет только ключика вот видите здесь же у меня чашки и сейчас наверняка здесь будут блюдца я так думаю давайте может быть кто-то еще не смотрел этот ролик давайте сами достанем в ожидании в ожидании блюдец вытащим сразу все чашечки такие вот миниатюрные кофейные чашечки от велерой бог германии костяной фарфор и каждая чашечка имеет свое название вот этот например орнаментальный палаццо это орнаментальный от атлантис такой вот это у нас карусель ностальгия бенгал слоники так что-то еще у нас еще такая чашечка мы здесь от худчинройтер старое клеймо по-моему пятидесятые годы или даже раньше наверное даже раньше вот и вот это вот по-моему от фюрстенберг да да так сейчас мы с вами в ожидании блюдец здесь еще остался вот этот вот мимимишный розовый подсвечник такой прямо кукольный так давайте с вами коробочку поставим для антуража тут у меня муся умывается какой ракурс интересный так еще чашечка даже есть и даже еще и не одна а нет это что-то другое вот это тоже находка это солонка или перечница не знаю есть ли вторая или нет я уже не помню сейчас посмотрим так солонки нет но зато есть еще одна чашечка то есть и того их 4 штуки из этой серии здесь карусель ностальгия мустанг а это смотрите на самом деле карусель видите ностальгическая карусель или карусель ностальгия здесь слоники прелесть так фарфоровая солоночка какая фирма не знаю ну симпатичная мне показалось зачем оставлять такие вещи будем забирать так это пустая бумажка откидываем потом соберем все вот это вот красота смотрите это даже знаете продавец распаковывал только эти вещи и так как он меня знает он мне сказал так ты горит сначала посмотри прежде чем я выставлю эти вещи на улицу ящики посмотри и то есть я прям залезла к нему машину в автобус и коробки эти мне достались на рассмотрение ну и конечно же конечно же я это забрала посмотрите это же французский фарфор здесь такое вот клеймо франция ли можешь он там вот под золотым есть зеленый такой кружочек клеймо круглая из букв написано france ли можешь декор майн это уже декоратор видите поставил свое клеймо золотое с пегасом вот он этот конь с крыльями и это вот посмотрите это ручная роспись ну вот эти мне кажется золотые рисуночки это как бы наклейки да а вот этот вот веночки зеленом веночки это ручная роспись попытаюсь показать поближе чтобы вы это увидели я даже нашла уже этот сервис вернее эту серию в интернете сейчас вставлю сюда фото с полным названием видите она немножко припыленная еще в том виде в котором я нашла на барахолке но по-моему это великолепный фарфор даже поставил уже смотрите какой звук вернее слышите какой звук раздался даже при постановке этого фарфора на стол и их очень много я уже не помню сколько но я конечно же все забрала какие были вот они все завернуты тут бумагу вот необыкновенная красота бульонницы так я уже не помню были под них тарелочки или нет давайте сейчас я наверное не на камеру достану а нет смотрите здесь уже я думала это то же самое здесь уже другое у нас а здесь у нас английский костяной фарфор тоже необыкновенная удача найти посуду фирмы минтон это английский фарфор видите здесь есть клеймо в виде глобуса с колеси с колеси с колеси с колосьями и короны сверху написано минтонс так это по-моему 50 и 70 и годы период период изготовления серия называется симфония вот это голубая симфония а есть еще серая симфония есть еще такой же рисунок только не бирюзовый как здесь ведь он даже не голубой хотя называется голубая симфония он какой-то даже бирюзовый но вот эти вот сами бульонницы с внешней стороны они нежно нежно такого задымленного голубого цвета вот а есть еще серый то есть эти веточки тогда полностью серые на рисунке и вот эта внешняя часть тоже серая тоже необыкновенной красоты по жизнь блюдца давайте сейчас сюда стану и покажу уже оба эти набора во всей красе а вот они лиможские бульоницы их оказалось 8 штук но при ближайшем рассмотрении оказалось что на одном блюдце вот на этом я поставила на коробочку снизу есть трещинка в глазури такая расходящаяся то есть она не насквозь идет через весь фарфор она только на глазури снизу тарелочки вот а 7 по моему в идеальном состоянии даже нет потертости на позолоте есть только потемнение от возраста видите такой благородный оттенок красноватый приняла золото на ручках и на ободке вот такая вот прелесть давайте блюдце еще с вами рассмотрим красиво такого блюдца тоже вот эти вот вставочки роза в венке из листьев это ручная роспись какая красота вообще очень красивый набор никогда раньше такой не встречала и вообще если честно у нас очень редко встречается фарфор лимож и вообще французский фарфор я потом на барахолке среди меня белка там орудует палки свои поэтому если вы что-то слышите это белка там я уже потом после этой барахолки была она еще одной барахолки купила несколько чашечек французских помнили моша какая-то другая фирма их потом тоже покажу обязательно очень красивые нежные чашечки старинные а вот этот вот наборчик очень конечно же я рада такой находки не часто такое попадается такая прелесть белка тут конечно просто развернула бурную деятельность какую-то палку не знаю где она ее нашла но не знаю вообще короче сейчас мне тут все разнесет я чувствую потащила 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 ох мне бы половину ее энергия я бы горы свернула в общем вот такой набор ну а вот английские бульонницы ментон голубая симфония вот такие вот бульонницы замечательные и это блюдце под бульонницу я не могу сказать что это очень легкий фарфор но он такой знаете им можно пользоваться не боясь вот клеймо и видите как красиво это выглядит и что еще хотела сказать я не поленилась ходить за каталогом я уже много раз советовала вот такие вот каталоги вот коллекционные вещи вот этот 19-20 год вот это вот эта фирма этого имени юдит миллер это автор вот в основном каталоге ты можешь заказать на английском языке я из англии заказывала вот видите здесь например информация фирме в ментон ментон фирма ментон была основана в 1793 году томасом ментоном и йозефом паулсоном вот так далее так далее краткая история фирма и в 1968 году фирма стала частью знаменитой английской royal dalton группы и вот все клеймо по годам последних каталогах стали они это делать это очень интересно вот и здесь примеры примеры вещей которые были сделаны эти фирмы в основном самой большой популярностью пользуются керамические изделия этой фирмы у коллекционеров популярностью на виду вот прекрасные иллюстрации в этих каталогах в последних лет сдут из где-то с 2000 года примерно до этого времени за 90-е годы там в основном черно-белые фотографии ну как они как источник информации конечно же тоже приятны но эти вот новейшие каталоги вот все хочу себе еще купить за 21 22 год но не пока очень дорогие где-то около 40 евро я жду пока немножечко подешевле и подешевеют и тогда куплю в общем всем советую можно заказать на ebay просто забить название за разные года очень интересно просто начнете читать не если вы этим интересуетесь залипните целый вечер я если открывают каталог я его не могу закрыть ну а сейчас я достала по моему блюдца вот этих чашечек да такой приятный фарфор но это же костяной фарфор поэтому говорит сам за себя по ощущениям этот фарфор очень приятен такое вот замечательное блюдца это под карусель с лошадками так это у нас подо что атлантис так атлантис где у нас это атлантис да это у нас карусели со слонами так жаль видите солоночка у нас всего лишь одна ну ничего не поделаешь я наверное когда искала в коробках отложила эту солонку думала найду еще вторую потом она так у меня осталось ну в общем то я не жалею что и одна солонка тоже имеет место быть правильно или например 1 1 перечница такая вот симпатичная на столе просто красавица если другая посуда тоже подходящая почему бы и нет вот блюдца от этой чашечки фирстенберг фирма фирстенберг чашка вообще конечно просто вау цировка по золоту эти ягодки и листочки белые цветы все это на ярком красном золотом фоне белоснежный фарфор тоже по-моему это костяной фарфор да вот и блюдца тоже такое же такое толстенькое еще что-то написано на нем тысяча а с 1955 года лимитированная юбилейная партия 2000 штук то есть всего лишь 2000 таких чашечек была выпущена лимитированная серия это видно вот для этой фирмы фирмы дек не знаю что это за фирма которая существует с 1955 года но какая-то немецкая фирма заказала себе лимитированную серию таких чашечек и это конечно же коллекционный объект эта чашечка вдвойне приятно вот видите такой вот фарфоровый набор это мне как-то даже стиль арт-эко напоминает это ручная роспись кстати тоже ну да здесь тоже написано видите таким же сиреневым цветом как вот эти вот фантазийные цветы я так предполагаю это полностью ручная работа да да вот это золото это все все ручная работа до стиль арт-эко мне напоминает ну как я говорила каждый раз не устаю повторять я не знаток не антиквар не историк не там я не знаю я просто любительница простая любительница это мое хобби так что никаких претензий пожалуйста мне предъявляйте и опять повторяю повторяю не устаю повторять так сейчас мы это уберем и я достану последние фарфоровые изделия которые у меня здесь лежат в этой сумочке ну и последняя моя покупка в тот день это вот эти замечательные четыре чашечки с птичкой я помню что многие из вас писали когда в комментариях что они бы тоже купили такие чашечки обязательно если бы они попались на барахолке это современная посуда фирма называется бомбей дак бомбейская утка почему-то нарисована рыбка не знаю может быть это сорт рыбы такой лондон но это современная посуда я нашла на амазоне такие чашки они там стоят 25.95 по моему за пару это уже вместе с пересылкой конечно за эти деньги бы я их не купила но по приятной цене барахолки почему бы и нет они такие довольно таки тяжеленькие каут керамика но это фарфор такой знаете как вот кружки делают они такие ну увесистые прям я бы не сказала что прям увесистый да как камень но такие они вес имеют я думаю что их можно даже отправлять в микроволновку вот этот вот серебряный рисунок кстати смотрите интересно как только сейчас заметила в сиреневых чашках серебряная серебряные детали а в мятных чашках самолетик летит он там где-то а в мятных чашках рисунок золотой сидит птичка в чашечке внутри и в центре блюдца такие вот чашечки очень хорошенькие по моему замечательная покупочка я и по крайней мере очень рада ну вот и все мой ролик закончился если он вам понравился я буду очень рада вашему лайку под этим видео большое спасибо большое спасибо за все ваши комментарии также на моем втором канале мне всегда есть время отвечать потому что у приходится у нас сейчас высокий сезон приходится очень много работать вот только после работы сейчас уже видите вечер же темнее небо я могу иногда сделать ролик если у меня хватает на это сил я буду стараться держать планку минимум два ролика в неделю я знаю что вы их ждете всем желаю всего самого хорошего хорошее настроение будьте здоровы вы и ваши близкие и до новых скорых встреч моих роликах пока пока ах да совсем забыла вернее чуть не забыла опять каждый раз забываю в самом первом ролике из этой серии разбора покупок с той барахолки я отложила в сторону вот эту вещь в газетке и самые внимательные зрители меня потом спрашивали а как же эта вещь что это такое было почему ты не показала конечно я совсем забыла я забыла показать вам керамическую баночку для меда вот такая вот замечательная баночка я их очень люблю у меня их несколько разных вот такая баночка для меда с пчелками виде улья замечательно хотя на ней есть кракелюр но эти баночки очень милые так они мне нравятся здесь есть дырочка для ложки специальные ножки для меда они бывают самых разных моделей и дизайнов но смысл все тот же улей и пчелки бывают медведи у которых снимается голова такие баночки для меда у меня есть уже есть такие я не помню показывала я или нет но если нет то я еще покажу вот я знаю что их тоже коллекционируют потому что их очень много всяких разных моделей так что вот все показала я эту банку все время про нее забывала скажите в комментариях напишите нравится вам такие вещи или нет мне очень нравятся вещи которые какие-то тематические интересные также как например тот крокодильчик с салфетками с кольцами для салфеток из прошлого показа такие вещи я просто обожаю ну все всем пока